Вот на этом участке, на 9-м километре Несейского тракта, недалеко от кладбища Водолык, инвесторы планируют построить крематорий. Правда, сделать он это сможет только после того, как в Горсовете согласуют смену статуса земли. Сейчас здесь находится бывшее здание мусороперерабатывающего завода, которое по плану планируется снести. Сегодня депутаты Горсовета обсуждали, быть или не быть, крематорию на этой земле. То, что споры вокруг крематория будут жаркие, было понятно с самого начала. Обсуждение важного для Красноярского опроса превратилось в шоу. К примеру, один из противников строительства объекта, депутат Аркадий Волков, в разгар обсуждения решил подарить иконы главе Красноярской Дхамок Блатову и главному архитектору города Андрею Макарову. Как он выразился, для спасения их душ. Впрочем, для администрации это даже не религиозный вопрос. Говорят, если крематорий в ближайшее время не построят, хоронить будет просто негде. Уже сейчас кладбища переполнены. На самом большом Бодолыке место осталось на пару месяцев. К сожалению, люди, они не вечно, они умирают. И если, сами понимаете, мы можем занять все городские территории кладбищами. Поэтому, конечно, мы параллельно ищем территории за городом, но это процесс длительный. А проблема сегодня для Красноярска очень острая. А главный аргумент борцов против крематория экологически, мол, выбросы от печи будут загрязнять и без того нечистый красноярский воздух. Поэтому объект нужно строить за городом. Вот только инвестор, который уже разработал несколько вариантов проекта, категорически против, говорит, на площадке возле Бодолыка, который находится у него в аренде, есть все коммуникации. А вопрос с экологией решается просто. Достаточно поставить современное очистное оборудование. Да и сам крематорий находится довольно далеко от любого жилья. И я уже неоднократно говорил о том, что сегодня вред от крематория при его круглосуточной работе сравним с вредом, который наносят 50 ликовых автомобилей, оборудованных двигателем класса Евро-5, работающих на топливе Евро-5, с пробегом 50 километров в день. Я отвечаю за то, что от данного объекта вреда будет меньше, чем от тех автомобилей, которые едут по городу Красноярска. Уже на месте инвестор показывает, как все будет. Территорию в 5 гектаров планируют озеленить и обнести трехметровым забором. Он и будет служить колумбарем, где разместят урны с прахом. Здесь же будут и залы прощания. Предусмотрена парковка для машин. Линия электропередача, там большой посредний стол. Значит, вот там где-то должен был находиться сам крематорий, тоже связанный галереей. Для того, чтобы всю вот эту технологию ее унести, как можно дальше отведить. Инвестор говорит, готов вложить в строительство крематория 190 миллионов рублей. И отмечают в большинстве городов-миллионников уже по два крематория. У нас же этот вопрос обсуждают с 95-го года. Впрочем, затягивание строительства, к примеру, депутаты объясняют просто. Ищите, кому выгодно. Я думаю, это не выгодно тем, кто сегодня контролирует похоронный бизнес. Потому что любой, ну это же бизнес, как бы, и как только появляется конкурентность, часть клиентов уйдет, так называемых клиентов, да, конечно, уйдет, как бы, конкурентам. Тем самым доходы людей, которые сегодня занимаются похоронными делами, упадут. Вместе с депутатами спорят и красноярцы. На общественных слушаниях большинство высказались за строительство крематория, а потом посыпались письма от противников. Впрочем, при беглом опросе выясняется, горожане скорее за. И даже близость с городом их не пугает. Ушедших на тот свет вообще-то больше, чем от живущих здесь. И я полагаю, что очень скоро город будет просто городом мертвых. Это не совсем правильно. Те, которые хотят иного ухода, у них должен быть выбор. И так земля занята, скажем, людьми, которые там отдыхают. Сейчас он закрывать же подолги, да? Открывать на шину. Но все равно это не решение вопроса этого города. Помню, цивилизованную в мире уже все дожигают. Впрочем, ни мнения горожан, ни доводы администрации народных избранников не убедили. Инициатива не набрала нужного количества голосов. В результате проект был отправлен на доработку главе города. А пока остается надеяться, что за это время инвестор от своих планов не откажется. Ведь, как сказали чиновники администрации, если проект этого инвестора не одобрят, то крематорий в Красноярске в ближайшие годы не появится. Денег на его строительство у города просто нет. Ольга Тишинина, Денис Тимошенко. Новости.